Есть такие супы, о которых говорят на все случаи жизни, хоть на каждый день, хоть для дорогих гостей. Готовятся они быстро, без лишней суеты и особых навыков. Французский сырный суп один из них, и те, кто его пробовал, обязательно просил добавки. Для его приготовления потребуется не так уж и много продуктов. Они все доступны и просты, но несмотря на эту простоту, суп получается необычайно вкусный. Бульон будем готовить на основе курицы. Это могут быть бедра, голени или даже цельная небольшая тушка. Ставим кастрюлю на огонь и опускаем в нее курицу. Заливаем холодной водой и доводим до кипения. Для придания бульону большего аромата добавляем в него несколько горошин душистого перца. По мере закипания снимаем пену. Как только курица хорошо закипела, убавляем огонь и варим ее примерно в течение 30 минут до полной готовности. На этом этапе бульон можно немного посолить, но не в полную меру. Пока курица варится, подготовим остальные составляющие супа. Как я уже сказал, их не так много, поэтому их нарезка не займет много времени. Кто-то любит, чтобы все ингредиенты в супе были крупно порезаны, кто-то мелко. А некоторые вообще предпочитают суп-пюре, измельчив все блендером. Поэтому каждый может выбрать свой вариант, как и что нарезать. Я же пошел средним путем. Берем 2-3 небольших стебля лука порея. Если его нет, то вполне подойдет обычный репчатый лук. Удаляем у него зеленую жесткую часть. Белую часть шинкуем тонкими кольцами. Также нам потребуется обычная морковь. Две штуки среднего размера. Ее можно измельчить с помощью ножа, либо просто сначала натереть на терке тонкой соломкой, а затем хорошенько измельчить ножом. Это самый быстрый и простой ее вариант нарезки. Несколько штук почищенных зубчиков чеснока необходимо порубить до состояния кашицы. Его кусочки не должны сильно ощущаться в супе. Поэтому рубим его как можно мельче. Еще нам понадобятся обычные шампиньоны или какие-либо другие грибы. Лучше всего, чтобы они были свежими, а не замороженными. Шампиньоны следует заранее промыть под проточной водой. Кусочки грибов в супе не должны сильно выделяться. Поэтому нарезаем их мелкими частями. Необходимо учесть то, что они уменьшатся в размере в несколько раз. Берем 2-3 картофелины среднего размера. Нарезаем их так же мелко, как и все ингредиенты. Сначала тонкими брусочками, а затем мелкими кубиками. Они хорошенько разварятся и зададут супу дополнительную густоту из-за присутствия в нем крахмала. Все составляющие супа практически готовы. Теперь нам необходимо их всех предварительно обжарить, кроме картофеля. Будем это делать на отдельной сковороде, а затем постепенно собирать наш суп. Прошло 30 минут. Курица полностью сварилась. Ее необходимо вынуть и выложить на тарелку. Чуть позже нам нужно будет ее разделать на части. Поэтому даем ей хорошенько остыть. Бульон я заранее процедил. Опускаем в него порезанный картофель. Даем ему закипеть и отвариваем до полной готовности. Он нарезан мелко и поэтому на это уйдет буквально 7-10 минут. А пока он доходит, займемся остальными овощами. Ставим сковороду на огонь. Он должен быть средний. Обжаривать все овощи будем на сливочном масле. Выкладываем сначала лук и постоянно помешивая, обжариваем до слегка золотистого цвета. Именно в таком виде он изменит цвет супа до кремового, а также задаст ему особый вкус. Теперь добавляем к луку морковь. Пока она обжаривается, приобретая легкую корочку, лук дойдет до полной готовности. Обжариваем морковь буквально 10 минут и снимаем сковороду с огня. Все то же самое проделываем с шампиньонами. Их, как и лук с морковью, обжариваем на сливочном масле. Грибы, как это обычно бывает, сразу же начинают выделять влагу. Нам нужно, чтобы она вся полностью испарилась. Спустя 10 минут грибы заметно осели и приобрели румяный цвет. Добавляем в бульон обжаренный лук, морковь и шампиньоны. Они отчасти также зададут супу определенную густоту. Чем удобен этот суп, то что в нем нет точной громовки ингредиентов. Каждый может сам добавить или убавить их количество на свое усмотрение. В это же время добавляем чеснок. Снова доводим бульон до кипения. Будем томить овощи и грибы на слабом огне еще примерно 10 минут. За это время они все дойдут до состояния полной готовности. Для придания супу большего аромата добавляем половину чайной ложки молотого мускатного ореха. Это, пожалуй, единственная приправа. Ну и, наконец, настало время самого сыра. Это может быть любой его вид в плавленом виде. Я взял самый обычный сливочный сыр. Если у кого есть желание, то может взять сыр с подкопченым вкусом или, например, со вкусом ветчины или зелени. Если вы используете обычные плавленые 100-граммовые сырки, то их лучше всего заранее натереть на терке. В таком виде они быстрее разойдутся в супе, делая его густым и однородным. Сегодня для наглядности я использую оба вида плавленого сыра по 200 грамм каждого. Опускаем его в кипящий бульон. Овощи абсолютно все приготовились и стали мягкими. При постоянном помешивании дожидаемся полного растворения сыра. И обязательно следим за тем, чтобы он не подгорел к дну кастрюли. Бульон у нас был изначально недосоленый. Поэтому после добавления сыра в суп следует его досолить по вкусу, если это потребуется. Курица остыла. Теперь нам останется лишь ее разделать. Снимаем с голени кожицу и удаляем все хрящи. Разделываем куриное мясо небольшими частями. Все составляющие должны быть примерно одного размера и одинаково ощущаться в супе. Кусочки курицы опускаем обратно в кастрюлю. Ну и в заключении, для большей плотности и нежности супа вливаем 400 мл сливок 15% жирности. Даем супу закипеть, убавляем огонь и даем потомиться еще буквально 5 минут. За это время сыр полностью растворится в супе и задаст ему нужную густоту. Он не должен быть сильно жидким и в то же время в меру густым. За это время приготовления его составляющие обменяются своими вкусами и дополнят друг друга. Пока все томится, останется только порезать немного свежего зеленого лука или какую-либо другую зелень по вашему вкусу. Ну и конечно же подготовить гренки, которые являются неотъемлемой частью данного французского супа. Нам понадобится обычный молочный батон или багет. Нарезаем его небольшими кубиками. Берем всю ту же сковороду и обжариваем их до красивого румяного цвета. Для усиления вкуса гренок делаем это опять же на сливочном масле. Постоянно помешиваем их, чтобы они не подгорели и зарумянились равномерно со всех боков. Сырный суп полностью готов. Его, как и положено, подают и едят исключительно в горячем виде. И пока он не остыл, разливаем его по тарелкам. Добавляем к нему румяной хрустящей гренки и немного пошинкованного свежего зеленого лука. Приглашаем всех к столу. Готовьте вкусно и приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова